у нас есть маршрутка маршрутка мечте вместе с багажем на человека будет стоить вам 500 рублей вот но сразу говорю тесно жарко душно по дороге набивает маршрутка еще по пути будете ехать два с половиной часа до сухума попробуйте все варианты вот потому что у нас было один отдыхающий который изначально мы ему сказали не езжай на маршрутке не надо он в итоге поехал а потом он в итоге заказал на обратный путь меня вот я не себя не продаю вы можете пользоваться и другими услугами вы просто задавайте вопросы по ценовой категории я вас ориентируем вадим не то что моими услугами надо пользоваться да я честно говорю я здесь работаю я на этом зарабатываю я хочу побольше заработать денег это правда вот но также могу людям рассказать как все на самом деле происходит чтобы они не думали что везде одни аферисты вот как там люди на коляскам то смотри а у нас есть специальные отели которые оборудованы и пандусами да и специальный выход на море они такие есть поэтому мой совет лучше поискать себе уже оборудованную гостиницу они здесь имеется и тогда вам будет вообще без проблем на привет привет а у них понимаешь даже есть на берегу прям первой линии он такой знаете для колясочек как пансионат сделан и очень удобно поэтому там часто отдыхают поищите как-то так да ребят каждому свое вот услуга у меня правда честно скажу не дешевая но и у меня и машина не китайская не праворульная не говно там двухтысячного года поэтому надо все учитывать и время учитывать и понимаете да ребят это абхазии машина киев машина киев седан удобная не страшная все нормально с ней как-то так привет мангуст как дела даст погода нам реальная ребятки везет да реально так то у нас присоединился нет сейчас я немножко с вами посижу поговорю и поеду как-то так конечно у нас есть самая дорогая эскурсия это рица озеро лиц я думаю здесь уже многие бывали и слышали вот на пляже да буду везти вот на рицу то есть это получается мы берем целый день вот мы едем например мы едем то возможно все вместе у него было вот как то так это точно я знаю мангуст а все равно как его по поводу гадаута я живу в сухоми получается а гадаута это 40 езды вниз гадаута ближе к границе российской идет гадаута тоже она там хорошая у нее пожалуйста это переезжать в абхазию какие плюсы мин жить на пмж здравствуйте но смотрите а если вы владеете например вы работаете по ремонту короче если вы что-то умеете делать своими руками вам будет хорошо если вы будете искать работу вы кроме рынка выйти за полторы тысячи за тысячи рублей а никуда не устроитесь на госслужбы вы тоже не устроитесь у них только работают именно у кого есть паспорта вот зимой здесь очень плохо работа практически нет ни у кого и поэтому я здесь живу только потому что у меня здесь дача от мужа да у нас все это сложилось исторически вот у меня был продуктовый магазин с которым я вам честно скажу заебалась вот заебалась прямом я не могла подобрать себе продавцов они постоянно воровали а мне постоянно приходилось работать самой у меня не было личной жизни я была вся грязная была вся жирная потому что не было времени я с 5 часов утра до 10 ночи сидела в этом магазине много воровали много было несправедливости и так вот четыре года потом я это все ребята конор спасибо большое спасибо мы собираем на колонку ребят сейчас берем походу вот и я устала потом я ушла работать вот так вот но что я вам хочу сказать вот да это так личной жизни никакой ребят с этим магазином к тебе когда заходит какой-то мужчины ты думаешь какой классный но он думает что ты обычная грязнуля продавщица просто у тебя только хватает работать за прилавком все ребят поэтому это все относительно потом я ушла сказать да у нас есть очень хорошие приезжают мужики иногда думаешь какие нахуй 17 полтос него надо брать за моральное просто извращение над тобой вот я здесь живу у меня здесь дача как отдых летом отдых конечно я живу город сухом я конечно нам отелялась если вот если я вам честно скажу если вы уже взрослая пара с детьми и ваши дети учатся уже там в институтах где вы живете то покупайте жилье и приезжайте картовать свой последний остаток жизни знаете как бы вот так вот а если вы еще молоды не закапывайте себя здесь мне сколько 36 лет а я думаю как получить вторую профессию и прибухивала мог конечно прибухивала чё тут такого нет и поэтому хочу сказать потом понимаете как мы мотыляемся у меня сын мне не нравится здесь образование он учится у меня в москве мы разорваны с ним у нас так получилось а тяжело ребят все это очень тяжело отдыхать здесь круто здесь классное море классный воздух вот за это я очень люблю макс если бы я хотела выйти замуж я бы убежала бы уже бы давно ребят покупаться в теплом море а смотри сентябрь и начало октября жары уже не будет море уже нас настоялось тепленькое поэтому сможешь купаться макс